Всем привет, это Ислов Илья. Меня попросил один из подписчиков рассказать о том, как я добился перехода с карандаша на фотошоп, ну на растровое рисование, на стилус. Человек занимается анимацией, работает в анимации, и аниматор, и говорит, что у него пока с фотошопом не получается подружиться. Дружище, я единственное, что, сейчас скажу, как же, вот, да, хотел посмотреть видос, передумал, сейчас скажу, как, обратно, мджин нукер, мджин нукер, ну брат, не знаю, как тебя звать, у тебя этот самый никнейм, поэтому я, я аниматор, то есть на этим неактивный иллюстратор, и год назад купил себе планшет, опять-таки, какой-то планшете купил, после карандаша тяжеловато привыкать к разным скоростям мазка стилуса при разных зумах в фотошопе, например, юзал 3 часа в неделю примерно, сперва линии получались кривые, я не хочу включать смузность больше 10%, и все как-то, ну, не так было, пока мозг привыкал. Хочу учить сенегальский язык, чтобы писать буквы из его алфавита, и таким образом эксперимент приучить мозг, особенности аматорики руки с планшетом, но в целом я до сих пор привыкаю, привыкаю, поэтому история об этом очень интересна и полезна. Ну, тут, во-первых, я скажу так, брат, тут возвращаемся, кстати, вот к CG Speak, который все время говорил, что таланта не существует, и все дело только в трудоспособности. Кстати, хочу отметить, у Алексея, можете посмотреть, сейчас вышел последний выпуск ролик крайний про фотошоп, его отзыв, это самый лучший ролик, освещающий обновленный фотошоп 22 года, самый лучший. Я ему написал, что очень круто, потому что он там говорит правду, говорит по делу, его там бомбит от того, что фотошоп 22 это очень говно, днище, и он четко, вот он там эмоционально, видно, что они не чьи-то мысли повторяют, а говорит по делу, зная, о чем говорит, понимая, вот, потому что он указал именно те вещи, которые интересуют художников, и как для художника там полная лажа, короче, ну, полная шняга, ничего там толкового, поэтому мне этот ролик очень понравился, я ему оставил хороший отзыв об этом, и всем, и говорю, что мое мнение, что вот этот отзыв о фотошопе 22 самый-самый на данный момент крутой, потому что он просто говорит всю правду. Все вот эти все люди, которые, ой, смотрите, у нас здесь можно фоны менять, у нас здесь можно выделять, и все показывают, что все это может только там, где картинка чистенькая, красивенькая, и конкретно для презентации, поэтому я еще повторяю, я никогда не хейтил CG Speak, мне нравились их, видимо, кем-то ему сказанные мысли, которые он просто прочитал о том, что таланта не существует, и вот эта направленность при обучении, которая заточена у CG Speak именно на, как бы, хомячков, а не на нормальных толковых художников, которые идут в профессию, работают. Ну, хотя любой человек творческий может почерпнуть из любой информации что-то для себя полезное, может выцепить. Вот на это сейчас надеюсь и я, потому что я расскажу о своей методике, возможно, это будет смешно, но кому-то может что-то и понадобиться. Первое. Скажу сразу, я не привыкал вообще ни разу, ни секундочки, я не привыкал к планшету, просто тупо взял планшет и стал на нем рисовать. Планшет был, сразу скажу, вакуум граффайр. Если у вас планшет вакуум, то на данный момент пока еще и можно гарантировать, что в случае кривизны рисунка у вас кривые руки или что-то кривит программа, но вакуум пока не кривит в рисовании. Он может что-то там, не знаю, в дрова слетать, может что-то там еще такое. Такое происходили, такие вещи у вакуума. Я не вакуума, а как это, амбассадор, к сожалению, матью. Они как бы абсолютно не хотят ничего по этому плану. Другие люди, видимо, им более любимые. Ну да хрен с ним, мне разговор не об этом. С учетом, пока еще, пока, ну вот если у вас планшет вакуум, во всяком случае вы можете исключить его кривизну, но пока еще есть шанс, что у планшетов других марок может быть. Я знаю, сейчас люди кинулся с X-X пенами, с хайонами, хайон, там потом хуион, хуионами, там даймонами, там и прочими-прочими-прочими арты. В общем, есть замечательные, прекрасные планшеты для рисования, но все равно у них еще пока встречаются такие, скажем, брак, когда реальная линия что-то не так пошла. Хотя об этом все реже-реже, очень экзотично можно услышать. Но вот такая маленькая вставка. Например, если ты впервые переходишь на планшет, ну только денежный момент может тебя остановить от покупки вакуума. Пока. Вакуум тоже идут по пути Adobe, и вернее все они идут по пути Apple. То есть, вот мы такие прекрасные, мы незаменимые, а хер вам взад. Вот китайцы уже вас догоняют очень сильно по всем параметрам. Во всяком случае, я на Самсунге, потому что с выгодой я мог бы купить этот самый Xiaomi там или что-то другое, просто по деньгам получалось. Ну, поэтому у меня Apple, iPad. Ну, хрен с ним, не о том разговор. Так вот, многие знакомые оставляют отзывы очень хорошие о китайских планшетах. Ну, так вот, если ты рисовал карандашом четко и уверенно, а не вот такими вот линиями, вот подводил, вот не вот так ты рисовал, вот так вот, такими линиями выбирал, там, вот так вот, да, там, линия на линиях так настраивал, настраивал, и типа там что-то такое, вот так вот, как-то вот так вот вырисовывал. Если это было не так, а ты рисовал сразу, вот прямую вот линию, там, я не знаю, как это, от плеча. Да, но мне всегда, я, почему я учился по, в детстве рисовать по рисункам, блин, вот, вот, клейп-студия, она уже приучает, что, блин, как же мне это, приучает клейп-студия к определенным кайфам, и поэтому я сейчас уже начинаю путаться. Как это все дело стирать? Я все специально фотошоп, потому что человек упомянул фотошоп. Ну, первое, скажу, что в смузинге я всегда использую не больше десяти тоже. Ты говоришь, что ты не хочешь использовать больше десяти, я больше десяти его и не использую, потому что он начинает слишком работать замедленно, ты должен тянуть эту линию, что-то тут. Это уж для каких-то, я совсем не знаю, таких вот криволапеньких ребяток, которые, ну, вообще, как бы, не уверены в своих действиях. Вообще, в фотошопе есть большая, великая тайна. Этот его рисовательный раздел, раздел креатора кистей, создан для людей, которые понимают, что делают. Не берут готовое, а работают с тем, что понимают. Но сейчас у них появился вот этот Кайл Вебстер, и много появилось возможных кистей, тебе нужно, по идее, поискать кисти, что-то такое, типа, карандашного там, и с этим делом, так сказать, подыскать и с этим поработать. Видишь, кисть работает совершенно адекватно, точно так же, как и на бумаге. Я начинал с планшета А6, А6, графайра. Он был маленький. И, тем не менее, я как сделал? Я никогда не рисовал рука вот здесь справа. Вот так вот, в таком положении, никогда не рисовал. Никогда не рисовал вот так вот, глядя сюда в экран, и вот так вот никогда не рисовал. Не знаю, как у вас, меня начинает укачивать. Мне кажется, это, ну, конечно, не буквально, но мне кажется, это, ну, только вынужденно, когда там какой-нибудь стол вот такой, и тебе вообще никуда примаститься. Я всегда делал так, экран, центрировал, ровно к нему ложил планшет, искал возможность, широкий стол, подальше экран, чтобы я мог руки положить, и вот так вот, смотря, смотря прямо на экран, прямо рисовать. Никаких вот этих вот действий, вот этих вот, вот так вот, чтобы тут внизу не было. А, правильно, нормально человеческое рисование, как я занимаюсь рисунком, чтобы у меня рука, локоть лежал. А очень важно, в этом случае, как лежит рука. Иногда на iPad, например, тоже бывает неудобно, что кладешь на стол, рука свисает, и ты начинаешь рисовать. Или я видел, как парень в магазине, один из продавцов, рисующих, взял iPad, и вот так вот стоит, вот так вот, как некоторые рекламируют такой способ рисования. Ну, как типа, что с iPad можно везде взял, и вот так вот рисует. Я смотрю, что на руках-то гуляет. Я говорю, ты положи на стол, локоть обопри. А, что я ничего, я как бы немножко, чуть-чуть про это, чуть-чуть знаю. Попробуй. Ой, да, и правда. Ну, так всегда при рисовании рука должна лежать правильно. Если ты рисуешь, как художник, вот так вот, на этом самом, на холсте, лет 20 назад, смотрите, 20 секунду, 2021-й, а это было в 2008-м, какой, лет 12 назад, да, 12, в общем, в 2005-2007-м году у нас проходила в Ростове выставка, ну, наш магазин, на Путовске, и местную, всякое такое свое, рекламировал, и там вот были вакуумы, вакуум синтих, вот предыдущий, перед моим, тогда уже как раз, продавался, они выставили его, значит, каждый мог подойти и порезвать, сколько хочет, и позвали какого-то художника нашего местного, ростовского, который галерист и всякие, и он так взял стилус, я помню, и вот так вот, этим стилус, а он рисует такие всякие абстракции, гавноабстракции, продает их хорошо, потому что в Ростове есть такая прослойка людей богатых, у которых немножко мозги в этом плане сдают, и они покупают какую-то дрочь, я не знаю, может радиация какая-то подземная действует, я не знаю, что, он покупает, вот он для них рисует, довольно, как бы, обеспеченный человек, но вот он взял стилус и стал вот так вот рисовать, вот так вот, по холсту, я стоял рядом, тихо хихикал, дебилой, ну ты художник, ну вспомни, как ты на листе бумажном рисовал, то есть, вот, видимо, потому что я не учился, к сожалению, к сожалению, почему, еще раз повторю, если бы я учился на художника, я бы учился не напрягаясь, многие предметы, мне потом рассказывали, какие там предметы в вузах, хотя бы художникам, очень многие предметы, я бы не учил, я бы на 4 сдавал бы их просто сам по себе, а если бы старался, то на 5, то есть, это было бы время, когда я бы не сидел с хвостами, не был бы задолженником, не боялся бы экзаменов, просто шоу бы и сдавал, потому что мне некоторые экзамены описали, я думаю, да, идите, вашу мать, какая сладость, не то, что там перед высшей математикой или там радиотехникой ходишь там и, блин, радиотехника, ни хера не знаю, или как я попал на электротехнике в академию, то есть, я не сдавал допуск к экзамену на экзамене, а потом через 3 дня подготовки, на 4-й день сдавал сам экзамен и ставкой стояла поездка в отпуск, если бы я не сдал, у меня снова бы 3 дня на подготовку и опять сдавать, ну, короче, такая охерня, так я читаю, то, что не понимаю, короче, потом подхожу к доске вот там, вижу в билете что-то какие-то буквы знакомые, вот у меня был эффект черной стены, вот я клянусь, это было черно и я пишу какие-то цифры, какие-то знаки, что-то пишу, 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 хорошо, меня никто не перебил, я вот нарисовал какую-то хрень, он подходит, приводит, так, ну, хорошо, если расскажешь, 4, если так, просто формула 3 устраивает, я, устраивает, беги, все, вот такая, у меня была учеба, жизнь была лучшая, мол, училища, вспоминаю, сука, учеба была, так вот я себя учился на художника, так я к чему уклоню, если бы я учился на художника, мне бы, наверное, тоже привили, вот это вот так, вот карандаш, вот так, вот что-то там размечать, вот так, что-то рисовать, вот это вот рисование, вот такое, а я как самоучка, я сразу рисовал на бумаге, если я рисовал на холсте, расписывая ленкомнату, у меня там была как первая картина маслом, вторая картина в жизни, вторая картина маслом, третья, и уже когда я обошел ленкомнату, ту первую, я уже заканчивал темперой, уже освоил темперу, к концу, это самое, и уже писал свободно, штрихи дел, там, такой, такой рисунок, короче, за время ленкомната, я освоил многие техники, в учебнике, почитал, ага, хорошо, нате вам, нарисую, сначала вот так, вот потом уже, да, как бы, и я вот лишен, вот этой вот, немножко заученности, поэтому просто, берешь стилус, как карандаш, садишься, как за рабочий стол, руки положил на планшет, смотря, какой у тебя планшет, если планшет просто на столе, не экраник, значит, садишься, удобно, как за бумагу, единственный нюанс, садишься, это самое, руку ставишь, пока тебе поудобнее, и, подчеркиваю, вот так вот, найди, во-первых, кисть, кисть ни в коем случае не должна быть стандартная, стандартную кисть, наверное, все-таки, вот, стандартную кисть, наверное, все-таки нужно, ну, видите, она вот, как бы, по образу, она напоминает человеку, карандашному, она напоминает, чем-то, скажем, напоминает, скорее, чем-то, даже не фломастер, ну, наверное, наверное, фломастер, но вот, если вести ее, спокойно, ровно, видите, вот там, вот гуляет, почему, вот это, что за, вот, приближаем, вот это, что за, вот, идет движение, эта кисть вращается, ну, так, задна программой, она, к рулешам, для того, чтобы она была, вот такая, здесь и здесь, стянутая, ну, то есть, заострена, она должна быть, немножко сжата, и она, вот, вращается, очень часто, этот вот, вот такой вот, кругляш, он быстро вращается, и получается линия, вот, и, когда ты ее рисуешь, ты чем-то мажешь, таким вот, жирненьким, и нет никакого ощущения, что ты рисуешь, как вот, карандашом, плюс, у нее есть, вот эти вот, еще, паразитные движения, видите, тут, тут, как бы, хотелось бы, что здесь был допуск, поэтому, и сразу, кончика такого не было, ну, это такое, что-то, и ты, когда берешь стандартную кисть, фотошоповскую, ты, честно говоря, думаешь, да иди, твою медь, она же, конечно же, какая, вот, опять-таки, я, это самое, блин, привычка обращать колесико мышки, удалять, приближать, все это можно сделать, вот тоже, принастроить, но я вам скажу, что все-таки клипса, дает о себе, знаете, первое, вот как совет, наверное, попробуй себе установить, клип студия, конечно же, у нее настроек, уже стандартных, и стандартные кисти, вот эти все карандашные, сразу ставь, x, у нее, вот эти вот, карандаши, раз, настроил себя, ластик, лассо, и им стираю, очень быстро, вот, тут, конечно, есть стандартные, стандартные карандаши, какие-то там, такие тоже, около, шуршавенькие, все, но дело в том, что я уже показывал, скачая заранее видео, ну, посмотри, видишь, есть множество кистей, уже настроенных, как карандаш, по ощущениям, если это, ну, и плюс, еще повторяю, для того, чтобы сохранить, когда вы просто, типа там, а, фотошоп, а он сохраняет, а фотошоповский, ты можешь открыть фотошоповский файл, в нем, если делаешь, контрол с, сохраняя рисунок, и потом, он сохраняется, этим же фотошоповским файлом, и сохраняется, он не меняется, свои, и ты специально не сохранишь в родном формате, изначально, изначально в родном формате, клип студия делает, когда ты новый файл открываешь, если ты открываешь фотошоповский файл, он даже предпросмотр делает, сразу же, без изменения, вот, у меня вот он в цмике был, он в цмике его, и это самое, он в цмике его и сохраняет, он цмике, которым он стоял, то есть, ну, предпросмотр показывает, для того, чтобы сохранить его в фотошоп, надо просто в файл, вот, сейф, дупликейт, и здесь выбираешь, фотошоп документ, и в нем это самое, выбираешь, у вас, смотрите, он в фотошопе тебя сохранит, он тебя, вот, и выбираешь в ржаби, в цмике, когда выбрал, когда сохранить, он потом второй окно открывает, выбираешь цветовой профиль, цмик, ржаби, как тебе надо, сохраняешь, и все, можно это дело сразу сделать в одну кнопку, повесить сюда, я тоже показывал, там в предыдущих видео есть, то есть, может просто кнопку нажимать, он сразу сохраняет, именно в цмике, как тебе, как тебе нужно, вот, в том формате, тебе надо, вбик фотошоп файл, со всеми подробностями, он тяжелый, будет большой, ну, как бы там, уж очень подробный, я просто в фотошопе сохраняю, PSD, но, если ты делаешь фотошопе, у тебя выбор, значит, тебе нужно по-любому, поискать, кисти, ну, есть, я продаю кисти, у меня продаются, напиши, они продаются у меня на, гамраде, я давал ссылку, под каждым видео, у меня есть мои кисти, в гамраде, там есть карандаш, могу так тебе продать, если напишешь мне, я тебе перекинешь на карту деньги, я тебе вышлю, почему продаю, слушай, ну, вот, началась мне такая тема, я организовал этот магазин, да, как бы, я их дарю, иногда бесплатно, дарю за какие-то там дела, или там, человек мне что-то там, подкатил, подогнал, помог в чем-то, могу подарить ему какие-то кисти за бесплатно, просто, ну, хочется мне вот это дело развить как-то, как-то монетизировать, и раз я уже начал продавать, и я уже к большому количеству людей продал, ну, и как бы, я считаю, если бы я, там, ну, просто по отношению к тем людям, которые мне купили, просто раздавать, по первой просьбе, ну, люди скажут, а что, а так можно что-ли, давай, что мы там будем покупать, и получается, как бы, сам себе палки в колеса ставлю на ровном месте, ну, у меня есть настроенный кисть и карандаш, есть устроит, они есть на гомороде, можешь там посмотреть, и есть у меня видеороликов, несколько на канале, где я показываю, как работают те или иные кисти, если нравится, напиши, напиши в личку, куда хочешь сюда, в почту, на это самое, я тебе эти кисти продам, за недорого, ну, за сколько там написано, уже сейчас не помню, 5 долларов, или 2 доллара, или 3 долларов, не помню, что-то такое, в рублях, конечно, но, или же, делаешь, еще умнее, ищешь, кисти, карандашные, для фотошоп, и там сейчас, дофига, в интернете, есть бесплатного, ну, или же покупаешь, у этого же, Кайла Вебстера, здесь сразу, в фотошопе, короче, у него тоже, много чего, такого, всякого, прикольного, что работает, и почему, дальше, берешь кисть, вот эту стандартную кисть, сейчас повторю, ее можно как, когда ты уже овладел, вот, ну, чувствуешь уже, ощущение, от этого цифрового рисования, но я, не знаю, почему, я сразу начал чувствовать, просто, я хочу сказать, что у меня все равно, несмотря на то, что я могу нарисовать любой кистью, и комфортно себя чувствовать, есть еще понятие, не комфортно, а ощущение кайфовать, от рисования, да, ну, комфортно, это когда ты взял, и как бы тебе сказали, слушай, нарисуй мне там кунгуру, а кисть всего одна, ну, нарисую, хрен с тобой, нарисую ты кистью, поэтому, я могу и стандартную кисть, использовать и для, там, контуров сделать, но мне не нравится, в ней рисовать контур, понимаешь, вот, не такая, движениями делать, хотя я могу, вот, но не кайфану, я там могу поиграть ее размерами, вот, где-то сделать, тоньше, толще, там, всякое, вот, такое, вот, добавлять, кого-то, может быть, и это устроить, но мне, по, как я рисовал, пером, еще остались, карандашом, ручкой, у меня, другие впечатления, того, как должна работать, перьевая кисть, отсюда, я тогда, их стал, настраивать сам, начинаешь, дергать, идти из кисти, заперед настройками, богатыми, фотошоповскими, они, довольно обширные, довольно богатственные, вот, там, что только ими, может, так, подожди, вот, они, вот, что, секундочку, вот, они, вот, тут, довольно много, чего, может, с кистью сделать, самому, как это делать, мне, там, тоже, есть, всякие, видео, можешь, посмотреть, потратить, время, с ним, разобраться, мы, сейчас, говорим, с тобой, о том, как, тренировать руку, как ты хочешь, так вот, для того, чтобы рисовать, как карандаше, ты находишь кисти, хоть как-то, хоть чем-то, напоминающие, как, как, яхдаш, вот, возьмем, то, что дает нам, Карл Вебстер, Кайл, ультиматы, пенсил, хард, ультимативно, жесткий, карандаш, как он нам говорит, ну, хорошо, давайте, ультимативный, карандаш, жесткий, проверим его, ну, что, вот, пожалуйста, в принципе, ультимативчик, он, как-то, почему-то, чуть-чуть, уже, вот, как жесткий, такой, и в рисунке, ну, же, там, давление, он, настройки, он придумал, конечно, вебстер, то не дурак, есть, для начала, можно, я, почему, у меня большой список кистей, главный секрет фотошопа, это кастомные кисти, не его родные, которые, вот, сделанные, вот, этими дебилами, программистами, хотя, там, у них есть, попадается, пара штучек, таких, круглая, толстая, ровная, там, для, вот, таких, закрасок, больших, там, аэрбраш какой-нибудь, там, тоже, задуть, их, не, ничего, работает хорошо, не обязательно, выпендриваться, и брать какие-то особенные, а вот, которые, вот, такие, материальные, карандаши, как варелька, что-то такое, хочется, что-то вот такое, то это лучше брать кастомное, но для этого нужно искать, скачивать, с интернета, вот, такие дела можно делать, вот, вот я рисую, скажем, да, у меня есть подлокотник, я ложу, кладу локоть на подлокотник, на кресле, почему я убрал с подлокотниками, вот, и, значит, отсюда уже дальше, или рисую, там, нужно найти опору для руки, и кисть должна быть, плюс ты еще можешь настроить жесткость у планшета, скажем, сделать у него, для фотошопа, скажем, вот на деление я добавил, к жесткости на одно деление, для фотошопа я добавил, и получается, что, так рисовать, как бы, он не сразу, ну, то есть, как бы тебе приходится прилагать некоторое усилие, но оно тогда получается созвучно усилию, там, по кальке, по бумаге, вот, руки-то помнит еще немножко, хотя вот, блин, или в клипсе это занимает меньше времени, потому что, потому что, просто чики-пуки и все, вот, рекомендую, потому что фотошоп, я еще повторяю, адобе, ушли куда-то, просто пошли в жопу, со своим отношением к художникам, потому что они абсолютно не понимают, что художники тоже хотят рисовать в их программе, хотели рисовать в их программе, но они не подумали о художниках, они сделали вот этот свой дебильный фреско, нет, он как бы по линии неплохой, но его применение, так как я не знаю, но я еще повторял, это какая-то хрень, то есть оно все равно получается, должно быть в сочетании с, с фотошопом браться, чтобы быть более-менее полновесным, а когда у тебя есть фотошоп, который сам по себе рисовальная программа, на хрена тебе фреско спрашивается, естественно, он уже будет скакать между программами, идея же в том, что по возможности, и крутость программы учисляется в том, насколько ты будешь меньше скакать между программами, и все ты можешь сделать в одном цикле, в одной программе, вот я сейчас практически хочу сказать, что мне вот вышел новый фотошоп, у меня ничего не зашевелилось внутри, потому что, честно говоря, я в последнее время фотошоп вообще не открываю, вру, пару раз открывал, для того, чтобы перепроверить, пересохранить, вот что еще, конечно, пока мне не устраивает в клипсе, то, что, когда я сохраняю чпек из клипсы, то есть одно дело, если делать склин с экрана, это фигня, это все, ничего больше мне не нужно, но если я сохраняю чпек, бывать не такие козябки в голове, надо ведь чпек сохранить, он сохраняет его в ржаби, даже если документ он сохраняет в ЦМИКе, ну вот, этот сам он сохраняет в ржаби, ну вот карандаш, вполне карандаш, дальше какой там еще сухой материал, вот такой вот еще сухой материал, видишь, более такой жесткий, карандашина, он чуть, при продавливании, он чуть как бы пожил, ну такой все равно, ну не моя тема, вот этот что это такое, ну тоже такое что-то сухое, вот, ну то есть на любителя, ну может слишком, нет, не мое, вот этот первый мне больше нравится у него, а я что за дрочь, а это вообще такое, типа, типа мелок какой-то, ну это вот, вебстеровский вариант, да, а это стер, ластик такой у них, ну ясно, вот, ну это вот вебстеровский, вариант, потому что есть, конечно же, ну хрен знает, каждый себе подбирает, каждый себе делает, кисть, скажем, а, что-то резинка получилась, нет, не резинка, мне нужна, кисть, и вот что интересно, я сохранял же в этом самом, да, сейчас только что, где же эти рисовалки мои, это, это групп, это кисти, это попики, а, вот они рисовалочки, такая хрень, опять-таки, самому можно настраивать кисть, вот, под свои нужды, под то, что ты, как ты видишь, карандашный рисунок, и тогда он у тебя будет, как бы, хрен знает, кто рисуется, не понимаю, рука сама рисует, что-то, блин, наверное, какие-то люди из прошлой жизни, вот, и поэтому, если ты хочешь, в фотошопе, первым делом, ищи не тренировку руки, а ищи кисти, которыми ты рисуешь, не, не иди тем путем, есть художники, конечно же, которые, которым пофигу, кистью рисовать, вот, и они не думают, там, о том, что, кайфовать, не кайфовать, во время рисования, вот, как я, не заморачиваться, от этой хрени, ой, мне что-то не так, я в этом случае напоминаю, знаете, кого, Шелдона, из теории большого взрыва, как помните, он с подушкой, сюжет, когда он на кресле, ему, это самое, пенни, этим, страйкбол, этим, раскрасило кресло, и ему перевернули подушку наизнанку, чтобы не было видно, и он такой, не так, вот, и у меня такая же херня бывает, я точно так же, вот, не так, что-то рисую, но что-то не так пошло, именно поэтому у меня такой большой набор всяких карандашей, я постоянно их обновляю, все, я имею что-то там подрисовываю, все-то подмениваю, и казалось бы, тоже говно, ведь, ведь, ведь сбоку, но, блин, мне, оно как-то вот радует душу, и вроде бы, как по-другому зарисовало, и вроде как оно и другое, да, вот, потом не обязательно, кисть должна быть, напоминать полностью, например, карандаш, у меня, например, есть такая вот, фигня, как, например, вот такие, вот какие-то, откуда-то тоже, это самое, брал, вот, тоже как-то оно мне, когда это самое, оживляет жизнь, и добавляет, вот, видит, такое меняет, где, с какой, вот, видит, как будто я каким-то вот мелком рисую, или там, не знаю, обломком из, из туши, раньше тоже была такая манера, брали тушь, женская, она продавалась, Нева, она продавалась в коробочках, и брал брусок, я тебе прям, бруском этим начинал шарашить, рисовать, вот тоже получалась линия такая, тебе нужно поискать свою кисть, которой комфортно рисовать, очень много зависит, в фотошопе, от комфортного рисования, не твоя привычка к бумаге, или не бумаге, а именно, комфортность от кисти, если тебе кисть, именно кисть нравится, потому что, главный принцип, не бери стандартную, кисть, которая идет еще из фотошопа 5, а у них там такая хрень есть, у них до сих пор, как бы, весь набор, сохранен, который это самое, ну, они сейчас немножко добавили, этого самого, Карла Вебстера, вот, им стало чуть-чуть, так сказать, добавлю мой фетиш, обожаю, когда у женщины, в уголке рта родинка, сверху или снизу, как у Аннелорах, не очень, не знаю, почему, но мне так, дико всю жизнь нравилось, вот, какие-то, видимо, воспоминания из прошлой жизни, вот такая кисть, скажем, да, вот, и рисовать, ну, я скажу так, просто много, если у тебя хорошо и твердый рисунок с карандашом на бумаге, тогда ищи неудобства, если ты не можешь привыкнуть, к, например, кистям, во-первых, что такое рисование на компьютере, рисование на компьютере, на компьютере, это, как будто бы ты сидишь на краю ямы, у тебя в руках вот такой вот шест, вот здесь привязанный карандаш, и вот ты рисуешь, вот, вот так вот ты рисуешь, вот это ты рисуешь на экране компьютера, вот там внизу, потому что, вот здесь у тебя отражается вот кончик карандаша а ты водишь за вот эту палку и вот представь вот просто возьми и так это попробуй так порисовать поэтому когда ты чем-то приближаешь к себе лист извини меня но приближение удаления формата это это в случае цифрового рисования это неизбежное действие которое ты по любому будешь делать так а так как ты художник ты же когда как художник меняешь листы приклеиваешь там столу заменяешь кальку на аниматорском столе точишь карандаш ты производишь действие которые хотелось бы тоже чтобы они сами устраивались так в принципе и в то же самое и отдай и вырисовай на к на этом самом на компьютере тебе нужно постоянно приближать удалять лист можно делать дубликат рисунки чтобы рисунка чтобы видеть как у тебя рядом вешать например ты берешь windows вот здесь вот находишь workspace нет раз не у windows вот вешаешь рядом эту картинку вот так вот вот так вот целиком например да а это приближаешь к себе и здесь работаешь причем здесь будут создаваться и слои и все остальное в этом и дубликате и здесь вот например рисуешь да еще очень важно для того чтобы смелее ложить набросочные линии я люблю начинать с полупрозрачных таких пока я думаю пока руки придумывать персонажа вот такая у меня есть фишка руки придумывать персонажа и я не могу нащупать мысли что-то расслывчато голове вижу а нащупать не могу поэтому я не люблю рисовать сразу жестким чертным карандашом мне нужен карандаш который будет для усиления линии чтобы предлагал это усилия прилагал то есть тоже дожать более воздушная более свободная линия для этого поменяй а по сети и флоу поиграй подвигли как будет комфортно иногда можно сделать а по сети полностью а флоу менять или наоборот оба сделать поменьше плюс еще для карандашного штриха играет роль у тебя нормал или мультиплей для карандаша иногда как бы при прикольнее когда все мультиплей вот его пересекающейся линии во время рисунка которые там они как-то получается где-то подтеняются пересекаясь как бы умножается в тиф в этом самом своей яркости и насыщенности и вроде как получается как-то поинтереснее вот более по ощущениям похоже на что-то карандашное ну и я такой человек что у меня и очень часто от того как пошла линия как пошел рисовать кисть почему мне ноги сильно да мне очень часто выходит так что сделаны мной кисти побуждают меня к работе и придают интерес я просыпаюсь как говорится и начинаю что-то делать креативное и она расталкивает мое мышление и я скажем просыпаюсь не с места срываюсь на работе этого висела скажем все ничего не выходило а тут насчет раз и бах и поперла поэтому я люблю и отпечатать кисти видишь только так его не знаю почему меня почему-то в этот момент этот тоже как-то вдохновлять но ты опять-таки спросил я отвечаю про всех своих тараканчиков потому что они тоже влияют у меня скажу тебя влияет скажем то что ты не можешь перестроиться с бумаги на компьютер и себя приучаешь к чему-то и как к этому процессу а у меня например просто вот какие-то вот свои такие тараканчики в голове которые другие совершенно я к этому вообще не привыкал но вот мне просто надо пропадает желание рисовать на компе да и на бумаге вообще если пропадать желание потому что по профессии слышно много и поэтому приходится иногда вот такой как говорят выгорание как справиться с творческим выгоранием я скажу с творческим выгоранием у художника справиться можно я лично вот мой совет я оставляюсь следующими способами для начала во время работы ты как-то разрисовываешься из другой прием да ты берешь скажем и рисуешь какие-то рожи каких-то перцев что такое вот делаешь и тебя как бы немножко это дело разгоняет и потом ты вступаешь в рабочую стезю но для меня лично это нужно делать аккуратно потому что я могу заиграться и как-то вот весь этот запал такой вот творческий выдать в херню которая не нужна на хрен по работе вот а потом стать пойти поесть и уже прийти опять не хотите рисовать поэтому тут на как бы я так себя делаю надо вот а может быть так и вот смотрю рука пошла рисовать но хорошо попробуем если же рука если же чего-то такое чувствую что это по ощущениям что могу блин заиграться нахрена бросали и тогда следующее самый лучший для меня стимул от творческого выгорания это нет самый лучший стимул самый идеальный стимул для переосиливания творческого выгорания это конечно же большая оплата а тебе звонят и говорят или пишут омаре что вот такой проект деньжич на нем хорошо давайте поработаем и такие волшебные слова мы бы очень хотели именно с вами тут у меня как цветы в душе я кому-то нужен кто-то ценит меня как художника блин а если еще горит мой нам так нравится что вы рисуете о блин тогда все выгорание пошло в жопу я все я весь я я загорелся опять но к сожалению такая супер оплата как стимул от выгорания это крайне редко крайне редко в основном это стандартно вот стандартной оплаты но тем не менее они как бы не спасать от выгорания ну тогда чем себя стимулировать потому что нам профессионалам некогда заниматься этой дрочью как называемой творческое вгорание нам никогда мы не миллиардеры блин к сожалению не нищеброды но не миллиардеры мать его даже не миллионеры потому что ну нет есть какие-то конечно очень обеспеченные люди но мы пехота которая рисует многое много то есть обязаны быть всегда в теме обязаны быть всегда на острие иглы как только заказывают уже быть готовыми приступить как к работе так вот для этого я делаю что долго подходил я смотришь начинаю серфить в интернете по арт-стейшену по интересу по всяким другим и по инстаграмам там я подписан на всякие каналы где вновь новые художники появляются или там разные художники и начинаешь у меня везде подписано объявление всех художников или студии которые не нравятся вот и начинаю смотреть что у них там нового вот и вот хорошие работы какие-то вот классные просто которым не дико нравится они меня но в случае со мной так работать они мне жестоко возбуждают жестко закидаюсь ух ты вот это поперут это не придумали и тут я прям даже беру собака когда гулять уже хочу быстрее домой чтобы рисовать потому что чуть не что-то не возбуждается в чужие рисунки хорошие качественные сделаны вот видите здесь здесь я бы рисовал близко вот например где сейчас нарисую такого енота время а то видите появляется поэтому если требуется какая-то вопрос потому что да ёпки-палки как же мне быть неохота мне зум делать но тут понимаешь такая вещь это нужно с этим как-то приучиться жить к тому что этими масштабами надо играть постоянно двигать чтобы не засыпать и просматривать и когда чем тебе ближе экран тем у тебя лучше скользит и тем у тебя лучше работает адекватнее перо независимо от того какой у тебя этот самый планшет айпад у тебя и там android или же у тебя вакуум или же хватает из китайских хороших замечательных планшетов видите вот он там нарисовался пожалуйста вот этот видео вот он все такая группа челдобреков у меня получилось так что вот так надеюсь мне очень-очень надеюсь что получилось у меня ответить на твой вопрос еще раз повторю что мое я подхожу к этому вопросу в спартанстве то есть сбрасывается скалы те кто не самое тренироваться особо не нечему если рука и так твердо стоит тебе нужно строить сам инструмент а не руку потому что если ты твердо насколько у тебя твердо уверен рисовала рука по бумаге также твердо уверенно тебя будет рисовать рука по любому планшету это зависит от расположения планшета он не должен быть в жопе желательно чтобы не был сбоку самое лучшее прямой путь это положить вот перед экраном сдвигай экран подальше как-то это самое но чтобы у тебя рука хорошо или там кресло подлоконник ищи место чтобы тебя рука хорошо надежно лежала или ищи способ то прижимая руку к телу учись вот это вот чтобы тебе требовалась какая-то опора должна быть руки для того чтобы была верная линия дальше второй ход настраивай приближай удаляй холст он должен быть правильного разрешения там нужно 30 5 наиболее такое удобно и можно присутствует не испортится играть приближать для тебя доставил больше 450 там и близко придержал рисовал меньше потом увеличивала ничего нормально особенности тоске что это вообще херня если это не требуется жесткая линия вот что еще и ищи настраивай саму настройку кисти никогда не бери 100 на 100 прозрачность флоу и там стандартная какая-то фотошоповская кистюлька нет бери вот эти все ищи карандашики марандашики какие-то пастельки шмостельки чем-то будешь рисовать потому что название не видеть ты просто все их пробуй все это щупай потому что у кого-то мозги работают он хоть что вот у того же карла вебстера он говорит кайло он говорит пастель вот это пастель а это масляная краска да хенова знает он так думает объять не так вижу мне кажется для карандаша несколько иначе я ощущаю его на бумаге ведь у нас у каждого свои личные чувства личные поэтому ты не подбираешь там независимо от карандаша то пастель это как у человека называется кисть и просто вот по своим ощущениям от рисунка ты и по тебе подбираешь поэтому цифровом рисовании очень важно именно правильно подобранная кисть вот это все нарисовал фотошопе но если еще еще есть второй выход когда тебе например не принципиален фотошоп то ты можешь спокойно брать и скажем скачать себе клип студия и рисовать в клип студия потому что в ней и настроек больше ко всем этим затормаживанием кисти коррекциям и все-таки всевозможных фишек для художника для рисователя кайфов и удобства намного несравнимо больше чем в фотошопе потому что фотошоп честно говорят забыла нас о художниках и абсолютно не ценят нас как преданных людей себе я уже перестал быть ему предан потому что меня эта фигня эта фигня надоело ну и должны надоело просто что клипса оказалось намного мощнее старого друга фотошопа вот такие пироги вот все наверно я бы мог тебе сказать что стой с утюгом тренирую руку тоже подошло бы где-то там на кулаках стоять план подержать до любые физические усиления руки на она помогли бы но ты уже говорил что профессионал аниматор значит и карандашом рисовал долгое много тогда я скажу просто сделай все под свою манеру рисунка вот как у тебя лежала руках от рисовал на бумаге как ты держал карандаш а дальше вспомни как у тебя карандаш был прозрачностью сразу жесткий мягкий т.м. и здесь вот играет двигая и прозрачность флоу какие-то моменты там например берешь добавляешь карандаш если это фотошоповский карандаш если это все дело происходит в фотошопе это происходит фотошопе то здесь можно добавлять какие-то текст и текстуры шум как-то там играть смузингом двигать и что-то вот подстраивать потому что конечно же в цифре ты работаешь не совсем сам с тобой работать еще программа она тоже помогает туда дать рисунок ну 21 век я скажу так что цифра не мешает потом твоим способностям художника если вдруг рухнет все электричество на свете и все это обвалится тебе нужно будет на стенах пещеры нарисовать угольком себя бегущего без трусов за лосем вот ты всегда это сделаешь руки помнят руки не забывают все всем друзья всего хорошего до свидания вот такой вот каратыш про то как тренировать руку для рисования